Режим прекращения огня между Израилем и Хамас в секторе Газа соблюдался и в среду. Беженцы возвращаются в свои дома, но многим идти некуда, дома разрушены. Часть палестинцев живет в этой школе ООН. Жители Газы воспользовались перемирием после месяца насилия и поспешили на местные рынки, чтобы купить самое необходимое. Кроме мира, палестинцы требуют прекращения блокады сектора, говорит жительница Газы. Наши дома и магазины разрушены, прежней жизни больше нет. Я пришла сюда, чтобы купить одежду для детей. Лишь Аллах понимает нашу ситуацию. У нас сейчас нет ничего. Цены на все повысились. В секторе Газа ощущается острая нехватка продовольствия и воды. Очереди за ней видны буквально повсюду. Директор агентства ООН в Газе по оказанию помощи палестинским беженцам Роберт Тернер. Мы уже сталкивались с гуманитарными кризисами. Пока эту ситуацию кризисом назвать нельзя, но я полагаю, что имеются некоторые обстоятельства, которые могут к кризису привести. Самая большая проблема – нехватка воды. Нет инфраструктуры, нет воды в домах. Мы доставляем воду в наше убежище, но проблема гораздо шире. Жители израильских городов также почувствовали некоторое облегчение. Палестинские радикалы не обстреливают территорию Израиля ракетами. Израильская армия к началу перемирия вывела все наземные подразделения и секторы Газа. Однако войска находятся на оборонительных позициях вблизи границы и готовы к любому изменению обстановки. Мы находимся здесь уже 30 дней и намерены оставаться до тех пор, пока будет необходимо, пока все не будет урегулировано. Я женат, у меня есть семья, но то, что мы делаем, важно, и мы будем делать свою работу. Сообщается, что египетские посредники предложили участвующим в переговорах к Аэре палестинской и израильской делегациям продлить вступившие в силу во вторник 72-часовое перемирие на два дня.